Приветствую вас, смотрите, вы свой вопрос не задаёте как таковой, то есть вы просто описали ситуацию и всё. Ваш вопрос только, что будет, что будет потом, как ждете? Ответ такой, дальше будет хуже. Дети будут страдать. Это вот если чисто отвечать вам на вопрос, который вы задаёте. Ну, то есть вы не подумайте, чего плохого, пожалуйста, я ни в коем случае не хочу как-то вас обидеть, задеть, или тем более, что вы подумали, что я издеваюсь над вами. Вот. Ни в коем случае, ни в коем случае нет. Вот. Ну, просто речь идёт о том, что свой вопрос вы никак не задаёте. Вот о чём идёт речь, понимаете. И я думаю, что вот этот момент, точнее с этого момента и нужно начинать, да? То есть, так, чего вы хотите, да вообще, собственно говоря, что вам нужно вообще. То есть, ну да, молодой человек, молодой человек, он действительно такой. Вот. Он действительно ведёт себя так. Это правда. Да? Ну, и что, как бы, дальше? То есть, что вы хотите дальше делать с этим? Вот в всём вопрос. Понимаете? Вот. Если вы хотите, к примеру, изменить отношение человека к вам, то это только ваше поведение за это отвечает. То есть, только ваше поведение отвечает за то, чтобы человек начал вести себя как-то иначе. Чтобы человек начал по-другому воспринимать, допустим, ну, допустим, вас, да, допустим, себя и так далее. То есть, ему, грубо говоря, нужно показать, просто показать, что с вами вот каким-то определённым образом, да, нельзя. Вот. А у вас здесь позиция жертвы. И вот, что касается позиции жертвы, Екатерина, то тут я могу предложить вам ознакомиться с треугольником Карпмана для начала. Во-вторых, смогу предположить, допустим, что вы боитесь, например, одиночества, вы боитесь остаться одной. Вот. И, соответственно, то, что вам такое отношение к себе, оно не то, чтобы импонирует, а оно просто вот, ну, что-то для вас значит особенно. Особенно. Вот. То есть, возможно, вы в глубине души, например, ну, считаете себя достойной, достойной именно вот такого отношения. Возможно. Опять же, это просто возможно, я не утверждаю наверняка этот факт, я просто говорю о том, что может быть это так. Вот. Вы можете разобраться в себе, в своих желаниях, в том, почему вы выбрали такого мужчину и продолжаете, например, терпеть его вот такое отношение к вам, допустим. Вот. Это тоже важный момент, это тоже достаточно важная история, достаточно, ну, достаточно, достаточно важный момент. Вот. Вот. На который вам нужно заострить свое внимание. Понимаете? Так. Ведет он себя, как неуравновеченный человек, начинает материться, оскорблять меня, любыми абсолютно слонами. Так. Вот. Оскорблять меня. Да? То есть, Екатерина, вы говорите, что человек вас оскорбляет. Вот. С точки зрения психологии, да, пусть вам это может быть сразу не понравится, но с точки зрения психологии ситуация выглядит так, что в вашей жизни это не первый человек, который вас оскорбляет. И, вероятно, вы ищете, особенно подсознательно, вы ищете такого человека, который вас оскорблял. Это может быть, например, как следствие взаимоотношений с родителями, которые вас оскорбляли. Либо это следствие тех же взаимоотношений с родителями, но в противоборотном случае, если они вас не оскорбляли, наоборот, были очень ласковыми и добрыми, но вы не верите по каким-то причинам подобного проявления своих чувств людей. То есть, грубо говоря так, молодой человек, он таким был всегда, вы его приняли. Вопрос заключается в том, почему, почему до сих пор вы продолжаете терпеть такое отношение к себе, с его стороны. Далее, как вас задевает вот конкретно его оскорбление? И задевает ли они вас как-то, особенно, если вы видите, что человек вспылил, ну, явно не там, явно не из-за вас. Да, явно, явно он вспылил, вот, ну, из-за того, что у него там что-то не получается. Действительно, действительно, ну, такой вот вспыльчивый человек, да? Вот, у него проблемы с этим, он во всём видит угрозу для себя, да? Он не чувствует себя в безопасности, вот. То есть, вот вопрос. К вам, это к вам вопрос, это всё к вам вопросы, понимаете? Это всё вопросы к вам. Екатерина. Это всё главный вопрос. Как вот вы, в этой, в этой ситуации, образно говоря, оказали? Вот. Понимаете? Какая штука? Какая штука? Какая штука? Какая штука? Дальше. Так, начинает всё шевелять, пинает, развивает бить колокома. Оба всё падаст под руку, пинает. Верри. На меня руку ни разу не поднимал. Ну, это агрессия. Ну, вот. Основенно вот это я. Вот это вот жертвенное поведение. Треугольник Карпана и садо-мазохистические отношения. Екатерина. Вот это вот то, что вам нужно изучить, изучить для начала. Вот. А дальше вот вы пишите, что я пыталась с ним поговорить, ругалась, собиралась идти от него, но не отпускает просто. Вот как, как? Скажите, Екатерина, как человек может вас не отпустить, если вы решили от него уйти? Вот как это возможно, что человек, ну, что, что вы не можете уйти от него, если вы решили уйти? Вот об этом я и говорю. Вот про это я и говорю. Именно про это. Про то, что вы не берете на себя личную ответственность за то, что делаете. Вот. Ходите уйти, вас никто не удержит, потому что если он будет вас насильно удержит, так и в тюрьму сидится недолго. Вот. И я уверен, я уверен, что вы это понимаете. Вы не хотите уходить сами. Вот. И между тем не делаете ничего для того, чтобы он как-то вот с собой поработал. Чтобы он как-то, как-то вот, ну, обратил внимание на эту проблему. Вот. Чтобы он увидел, что так действительно дальше нельзя. Вот. Это означает, что вы, ну, скорее всего, вы, скорее всего, чего-то боитесь. Вот. Вы, скорее всего, чего-то опасаетесь. Вот. Вы, скорее всего, чего-то боитесь и чего-то опасаетесь. Вот и вопрос, чего и какая ваша проблема, почему вам нужна семья и почему вам нужны дети, не пытаетесь ли вы, так же как и молодой человек, решить проблему своей безопасности, которая проявляется в том, что вы, например, испытываете чувство тревоги, допустим. Вот знаете, на эти темы я предлагаю вам подумать, на эти темы. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. Лауэл.